В выникуне погоди, якая бушевала в регионе напередодни, зафиксованы множные падения древ и отключения электроэнергии у населенных пунктах. Штормовое попереджение за навальниц ливня и шквалистого ветра, дейничая в Беларуси уже другий день. В нашем регионе больше за всех потерпел Гомельский район. Уветь этот день там протягивались работы по одновлению подачи электроэнергии и ремонте пошкодженных ветром по будову. Сорванные дахи, оборванные проводы и поваленные огороджи сустракаются по всей территории района. Але больше за все досталось лесным насаджением. Знищены сотни древов. Усяго за 20 хвилин ураган у Гомельском районе у промым сенси наломал дров. С 18 до 19 годин 13 жнивня по территории в области пройшел навальничный фронт с мостными дождями и порывами ветру. У вынику обясточенными оказались 39 населенных пунктов Гомельского района. Переважно у Тярухским, Марковицким и Чаратянским сельсоветов. Ликвидовать наступство урагану пошли неоткладно. Создан районный оперативный штаб по ликвидации последствий стихии и чрезвычайной ситуации. Подключили сразу и руководству Гомельского районсполкома, и большая благодарность руководству Гомельского районсполкома. Лично губернатор Геннадий Михайлович Соловей выезжал на территорию района, на территорию конкретно этого сельсовета. И оказал действительно посильную оперативную помощь для решения создавшейся ситуации. Значит, за ночь, прежде всего, были расчищены дороги от упавших деревьев, для того, чтобы беспрепятственно могли проехать все оперативные и экстренные службы. Началось восстановление по электроснабжению. За ночь было зроблено немало. По стане на сегодняшнюю ранницу электроэнергию обновили у 20 населенных пунктов. За непогоди так само были обесточены и 17 молочно-товарных ферм, больше 250 трансформаторных подстанций и иншие объекты. Над обновлением электрозабеспечения працевали 15 аварийных бригад районных электричных сеток. Вот 10 кВт линия сейчас натягиваем. Дальше вот 0,4 кВт по деревне тоже порваны провода по обрывалу, ветки деревьев опять же. Большой объем работ потребуется не меньше суток. Ну, очень много, да, случилось за буквально 10 минут этого урагана, что тут прошел. Стараемся быстро все делать, чтобы люди как бы без света уже тоже все волнуются, переживают. Ну и предприятия, где-то магазины, то все. Поэтому стараемся максимально быстро все делать. Однако головное, что погрозы житю и здоровью людей нема. Даречь и на протягу дня с жихарами наибольшь потерпелых населенных пунктов с устракалися представники мясцовой улады, как высветлить проблемные пытания и организовать допомогу. Приватным подворкам и территориям Диашпродприемствов ровная увага. Сегодня со мной директор центра социального обслуживания. У вас на территории Маркельского сельсовета достаточно много одинокопроживающих людей и инвалидов. У меня здесь почти все одинокие, одинокие. Престарелых. Сегодня уже соцработники сейчас выходят, обзвонят, кому какая необходимая помощь. Ну вы же понимаете, пожилые люди, не дай бог кому продукты, что-то. Не зря я с собой руководителя взял, сегодня же окажем помощь. Функционование молочно-товарных ферм «Стягродимый» и «Саугазкомбинат СОЖ» забеспечивают генераторы жильево-коммунальной господарки, районных электричных сеток и подразделений МНС. Были задействованы силы и средства органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, а также других структур. Всего было задействовано 8 автономных генераторов, которые обеспечивали бесперебойную подачу электроэнергии объектам хозяйствования. В данный момент на территории Гомельского района работает комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая определяет размер нанесенного ущерба. Ганна Корольчук, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель» с Гомельского района.